Он живет в штате Мичиган, характер народический, выдержанный. Больше мне понравилось с ним работать над Айком. У нас, правда, бомбануло вдвоем от той игры, но это расскажу в другом треке. Но Айка сама по себе не очень легкая игра, скоро так. Да, да, с ней есть много проблем. И, кстати, она требует особой версии, чтобы ее спидранить. Ага. Да, там требуется PAL-диск и режим в 50 Гц для определенных гличей. Слава богу, в Shadow of the Colossus такого нет. Все играют в HD переиздание на PlayStation 3. И там все те же гличи, все трюки, они рабочие. То есть, что и в переиздании, что и в оригинале, это хорошо. Да, это... То есть, тоже переиздание, что в оригинале все трюки остались те же в Shadow of the Colossus. Да, да, да. Они, разработчики, немного поубавили зеленого фильтра, зеленого цвета, потому что 2001-2005 год, когда все увлекались вот этим зеленым фильтром, даже в самом фильтре, это отражено. Они сделали больше синих тонов, HD текстурки туда-сюда. Люди мне сейчас активно, извиняюсь, прерву, я смотрю, что чат происходит с ума. Они просто напоминают мне активно, что надо разыграть, конечно, огромный шелковый плакат по Shadow of the Colossus. И ладно-ладно, я запущусь. И сейчас будем его разыгрывать. Там размер этого плаката 60 на 90, с одним из самых, наверное, крутых Colossus, я считаю, третьим, по-моему, если бы я не изменяю. Вот. С сюжетным Colossus. И поэтому мы сейчас это сделаем и разыграем эту самую вещь. Для этого мы должны запустить муботы. И вам надо немножко подождать. Отлично, отлично. Бах. Все, я открыл рафу, можно, в принципе, начинать. Присоединишься, я вас с вами к комментатору плохо слышно, мне говорят. Сейчас проверим. Нет, круть все на максимум. Все должно быть хорошо, сделаю даже погромче. О, боже. Что происходит? В чате просто безумие. Все хотят плакаты Shadow за Colossus. Огромный шелковый плакат. А я могу тоже поучаствовать, да? Да, конечно. Единственный, кто не участвует, по-моему, это я. Я очень рад, что Мяус доехал до контроллера вменяемом, потому что он является вхожим в SRG тусовку с Флочана. Знаменитый своими похождениями на данных игроках. Понятно. Надеюсь, он покажет достойные, достойные трюки. Угу. А ведь сейчас рекорды, получается, которые Мяус ставил в игре, они остались в игре, ну, то есть внутренней. То есть мы можем сравнить каждого Coloss'а с тем, с тем, что он проходил до этого, ну, то есть по времени. Или он будет по сюжетке проходить игру? Нет, он будет делать Normal Time Attack от Coloss'а к Coloss'у. Если он взял с собой карту памяти, то мы увидим время. Ну вот, мы вам только что показывали сейчас играть, и там написано, что осталось только-то времени. А хотя это возможно... Может быть, это дефонт надо было. Да, мы увидим в сравнении. Но нужно сказать, что тот японский парень, он на 7 минут улучшил его время. У Мяуса рекорд 47-10. А японец сделал за 40 с чем-то. Но хотя сам Мяус считает NTA% категорией мемом. Какой проясни, есть какую категорию? Категорией... Ну, мем. Он к ней сильно, серьезно никогда не относился. Я заметил еще, что на рост прошли только NTA%, значит, Normal Time Attack. Да-да-да, Normal Time Attack. То есть, игрок бегает от тотема от идола к идолу, побеждает каждого из колоссов. Да, то есть, категория ран в этой категории заканчивается сразу же после финального удара последнего колосса. По 16-му боссу, да. И сейчас мы начинаем с самого же первого колосса, которого зовут Лавус, если не понять, не изменяет. И во время этой битвы, то, что вы уже увидели в начале, Мяус уже сделал первый трюк, значит, сейчас собирается сделать. Во время того, когда колосс падает и запускается лька сцена, на самом деле он может двигаться. И если он успеет запрыгнуть его на спину слепую, пока колосс падает, то он сэкономит где-то 40 секунд всего этого времени. Обычно он пытается схватиться даже не за спину, а за грудь или за лицо, то есть, когда он наклоняется в самую низкую точку во время заставки. Да, у колосса имеется лишь одна главная метка на дна голове и второстепенная на левой ноге. Обычно, чтобы колосс упал на колено, нужно один раз его продамажить в эту дополнительную метку. Да, и тогда нужно хвататься за лицо, за грудь, шерсть и прямиком на голову. Да, и вот он это сделал, в принципе, он попал на... запрыгнул ему на грудь, теперь уже добрался до знака и сразу же начинает бивать этого колосса. По-моему, этот колосс всего же занимает три удара. Да, да, это один из таких тренировочных колоссов, плюс он один из четырех человекоподобных колоссов. Они такие уж не сложные, как мне кажется. Плюс два из них на массонаборе, это вот Валус и Барба, поэтому довольно неповоротливые ребята. Кстати говоря, в Shadow of the Colossus использовали зеркальное отражение текстур на колоссах, то есть прорисована только одна сторона, шерсть, именно шерсть, и она отзеркалена на вторую сторону. Так скажем, это был лихой 2005-й, мы сохраняли память, как могли, экономили. Но учитывая то, что они сделали, в принципе, в этой игре, все равно очень круто и красиво. Да, это... Знаешь, я бы даже сказал, что Shadow of the Colossus практически поставил PlayStation 2 на колени, потому что последние серии Клойки, девятые, они перегревались, наверное, при долгих часах в этой игре. Сейчас будет второй борос. Да, под... Колосс, точнее, под имени Квадратус, и это один из самых... если это то, что я думаю, и он идет в том же порядке, что он мне, в принципе, написал, то ему надо... Самый большой, скажем так, таймсейвер, который вы увидите в этой битве, будет, когда он попробует попасть между каким-то цветком или деревом и его рогом. Нет, возможно, это другой плюс. Нет, потому что у этого босса, по-моему, нет рога, да? Да, плантинг... К сожалению. Да, у него нет рога. Значит, это он на другого время писал. Квадратус, как представитель крупного рогатого скота, вот у него под копытами 4 метки есть, да? И вот Широпон, текущий, уже рекордсмен, он бьет сразу же, как появляется Вандер, он бьет в левое переднее копыто, а Мяус всегда тратит немножко времени и бежит, чтобы выстроить заднее копыто левой левой ноги лапы. Поэтому тут уже придется ему переучиваться. Придется переучиваться. Одна лишь метка у квадратуса на голове. 100% HP аллокации на нее идет. Не так уж и много проблем. И, кстати говоря, на харде, если вы проходите на харде Астория или Hard Time Attack, меток главных не второстепенных, а главных их обычно больше, на одну-две на каждом колоссе. И, соответственно, аллокация меняется. То есть, со 100% на 50% на каждую метку и так далее. Итак, Гайус, третий колосс, это, как сейчас сказал Мяус, это то, что один из самых страшных колоссов в плане того, в плане спидрана. И как раз у нас плакат с Гайусом, кстати, могу сказать. Я споню, спасибо большое, что он их упоминает имена. Вот, именно плакат с Гайусом вы можете вывернуть на данный момент. И первое, что он делает, он сразу стреляет ему в живот. Где у него находится одна из сиделов, то есть, одна из меток. И так вот сможет пропустить одну из, скажем так, один из циклов удара мечом по животу. Поэтому, ууууу. И, как видите, он использует инерцию, когда Гайус поднимает свою огромную дубину и подлетает сразу же, перелетает через его руку, которую надо обычно ломать. Задержка небольшая у меня на стриме. Но, насколько я помню, Гайус использует технику, когда нужно на небольшое время прикоснуться к его левой руке и затем отпрыгнуть к поясу каменному и уже дамажить метку на животе. Многие используют инерцию вот этой каменной дубины Гайуса, чтобы залететь прямо на голову и уже потом спускаются к животу. Это понятно, что он использует уже проверенные страты свои. Это все понятно. Я бы так же делал. Гайус второй человекоподобный колосс, по 50% идет олокация. И это третья битва. Как видите, за 7 минут нужно будет 3 колосса. Следующие боссы должны быть Фаедро. Этот колосс достаточно, как написал нам в заметках, что Фаедро будет достаточно избыточным объяснить, если вы просто на него посмотрите. И то, что единственная вещь, которую вы должны будете знать, это то, что он делает, делать в принципе нельзя. Он будет очень определенным образом прыгать от его ноги на самого колосса. Да, потому что при битве с Фаедрой он будет действительно использовать технику, которая должна использоваться лишь при битве с Фаланксом. Это летающий колосс, который в пустынной зоне обитает. Да, это прыжок с лошадки. Это очень трудная техника. Но это огромный таймсейв. Мимо нее нельзя пройти в этом случае. У него было очень много проблем именно с Фаедрой в его последнюю неделю тренировок перед этим ивентом. Желаем удачи. На Фаедре, по-моему, две метки на спине и на голове. У Фаедры, по-моему, да, две метки. По-моему, одна висит прямо на... где хвост, а вторая, где глава. И когда атакуешь метку на спине, включается механика шейков. Шейки обычно, они больше у колоссов человекоподобных. Вот как раз Валус, Барба. Они очень любят трястись. И тут спрашивают, почему используют фест-тревел, а не бег колоссов. Это тайм-атак, так и называется. Это категория нормал тайм-атак. Они... Обычная история, поэтому... Так, это быстрее, чем он еще катался до колоссов. Я вижу, что эти ресеты пошел, умялся. Ничего не поделать, надо исполнять на стрим. Шоу-кейсить. И, наконец-то, он сделал то, что ему надо было. Дальше, проблема, как мне должно. То, почему это работает, как говорит Дэймид Маус, то мы обвезем физику в этой игре. И... Если вы прыгаете в тот момент, когда нога поднимается, то у вас появляется достаточно, скажем так, высоты, чтобы допрыгнуть до хвоста этого колосса. Вот, кстати говоря, шейки пошли. Поедра это еще не самый такой... Ну, это все тренирующие боссы, реально, это вот боссы. Поедра это первый босс, который проверяет уже вашу способность мыслить нестандарт, а если проходить его по казуальному. Следующий босс летающий... Да, следующий босс летающий будет, если не поднеизменяет авиант. Жаль, что здесь нельзя использовать эту фишку, когда вы в стори-моде, в обычном прохождении, входите в локацию, там есть катсцена перед тем, как вандер прыгает в дыру в площадке смотровой, прыгает в воду. Если в эту сцену вкатиться, то он будет дальше прокатываться в этой же сцене, и можно прыгнуть в воду, пока идет сцена. Здесь же этой сцены нет, но это такой небольшой момент. И сейчас еще Мяус попытается сделать, скажем так, не совсем безопасный трюк на авионе, он будет пытаться с помощью физики, скажем так, когда этот коллс будет крутиться, допрони до другого крыла моментально. То есть, грубо говоря, чтобы сам коллс перекинулся на крыла, на другое. Да, это сложнейший трюк, и в своем ране, который он садмитил на speedrun.com, он его исполнил, а вот японский широпон, широпон, он сперва продамажил одну метку на правом крыле, а затем пошел на хвостовую, и уже с хвоста другой метки на крыло, на левое крыло. То есть, он такую технику боится использовать, к примеру. То есть, у него боли без авотъясника, и тот маршрут, который показал, тот японец, в принципе, можно улучшить. Да, 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 да. У него еще ретраи были на каком-то колоссе, поэтому, я думаю, меньше 40 минут можно сделать, 100%. Да, и эта бита до сих пор выглядит супер круто, как говорит Мяус, и она до сих пор, скажем так, завораживает. Я могу за себя сказать, это, наверное, первый колосс, который именно такой вау-эффект произвел на меня. Я не думал даже, что он... Та вот штука на горизонте может начать лететь на меня. Это было довольно... К сожалению, Мяус немножко не долетел, он пытался запрынить сразу до края. Это было очень страшно, потому что вот ему надо отпуститься и упасть на другую часть крыла. О, вау. Да-да-да, вижу. Опасно. Нельзя тут задерживаться, конечно, на крыле сильно. Кстати говоря, метка на хвосте, она располагает невероятно большим хитбоксом, я надеюсь, он покажет, насколько... Да-да-да, он показывает. Да, можно дамажить. Мне даже страшно представить, сколько телевизоров Exhibit может вставить в эту метку. Да. И Мяус еще рассказывает сейчас для тех, кто не играл в Shadow of the Colossus, что эта игра не прощает ошибки, на самом деле. Если, когда вы забираетесь на Colossus, и вы с ним упадете, поверьте, скажем так, дроу-бэк, или последствия этой ошибки будут стоить очень много, особенно спидрани, и даже в обычной игре в принципе ошибки стоят очень много. дамажа. Так, следующий босс это Барба. И это достаточно простая битва, не учитывая этого места, что он сделает суперкрутой прыжок с руки на голову. И, как вы, скажем так, маленькая есть пометочка от самого Мяса, что метка на спине Барбы очень тупая. Да, в нормал тайм-атаке две метки, в карде три метки целых, еще одна имеется на спине. Кстати говоря, интересный момент, если кто-то помнит, в стори-мод Дормин, тот голос в храме, он говорит, что Барба это не глупый колосс, и чтобы Вандер его недооценивал. И если вы посмотрите на метку на его голове, то она смещена немного влево, потому что левая полушария мозга отвечает за логическое мышление. Это потом уже раскрыли эти девелоперсы. в интервью. У Барбы самая самая жесткая механика шейков. Им труднее всего работать. Вы не должны забираться на этого босса вот так, как делает Мяус. Сама идея другая, что вы от него сначала убегаете, а потом забираетесь по бороде, по-моему, да? Да, 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 да. И вот он, как видите, запрыгнул до головы, просто шикарно это произошло. И как это произошло, Мяус говорит, что на руке у Барбы есть слонный браслет, и одна часть слонного браслета позволяет персонажу встать, и благодаря этому вы можете отпрыгнуть от него и запрыгнуть до головы. Да, вот вижу, как он дамажит Сиджиал метку. Отлично. Ой, я очень рад, что это получилось у него. Да, к сожалению, его нельзя продамажить до того, как он разрушит часть храма до этой сцены. Жаль, потому что это все равно потерянное время. Ну, да. по-моему, он ломает северное время только одну часть храма, то есть самую первую стенку. В чем вообще сюжет Колоса спрашивают? На самом деле сюжет, наверное, раскрывать не стоит, особенно людям, которые бы хотели поиграть. Он очень специфичный. Да, это нужно ощутить самому. Ну, да. И когда сейчас он будет проходить Колоса, в принципе, сюжет вам не раскроется. То есть, в общем, в принципе, Колоса собивают. Когда вы берете Колоса, не происходит сюжетных катсцен, который происходит в истории ориент-тайм-атак. Он просто возвращается обратно в храм. Следующий босс это Гидрус, да? Или Хайдрус? Да, Хайдрус. Хайдрус. Я знаю, что у Хайдруса можно пропустить две пики. На его спине имеются три пики, все ярченые. Две из них можно пропустить. Третью придется продамажить, чтобы добраться до метки. И, кстати говоря, Хайдрусы это единственный Колос, у которого можно срубить то есть срубить ему вот эти три пики, и он ничего не сможет сделать. То есть он будет просто ждать, чтобы его убили. И почему-то по какой-то непонятной причине, когда вы под водой можете перекатываться. Это непонятно, это какая-то недоработка физики, но вы можете перекатываться под водой. Здесь все равно нужно ждать, чтобы поднял хвост Хайдрус. И вот как видите, сейчас мясо перекатывался пару раз по Колосу, что абсолютно нормально, потому что это физика. Немного индусского кода. Немножко индусского кода. Учитывая, как игра была сделана и учитывая, что в игре не так много вещей, наверное, это очень маленький недочет. Потому что я, например, не знал, что может перекатываться под водой, когда играл. демиджей близко. И я тоже. И я тоже. Кстати, Last Guardian, который выходит на PS4, он же, по-моему, тоже серия будет Shadow of the Colossus и Айка, да? Да, именно так. Поэтому я рекомендую всем, кто сейчас нас смотрит во всей вселенной, подписываться на на Мяуса, потому что он точно будет заниматься The Last Guardian, спидраном. Я думаю, я могу разобраться, если я ошибаюсь, следующий босс у нас Курамори. Курамори. Да, ящерицы, это сразу друг за другом идут два ящероподобных колосса Курамори и Басаран, и даже музыка у них играет одна и та же. А хочешь рассказать примерно, как его убить? Потому что достаточно тактика интересная будет для этого босса. Но я могу рассказать тот момент, что когда Курамори сбивается со стены, нужно прыгнуть за ним, и в момент самого приземления нужно ухватиться за него, и тогда у Вандера не отнимутся жизни от падения. А как приманивают к себе Курамори и сбивают со стенки, разные раннеры делают по-разному. Вот что тебе написал Мяусин? Мяусин написал, что он будет свистеть и все. Все, что он будет делать, это свистеть. Интересно, потому что Широпон, он применяет выстрелы в стену стрелами. Он дамажит определенное место в стене, и это приманивает Курамори. И, кстати, в зависимости от того, насколько высокое будет место, откуда упадет Курамори, будет зависеть то, насколько он будет застанен. Когда он падает, он будет оглушен на столько времени, на столько откуда он не падет. Чем выше место, откуда он падает, тем больше будет станен. Бежок из 10кит. За минуту, я думаю, он управится. Да, и теперь смотрите, это очень классно. Дело в том, что вы убедите это, когда упадет с ним, и вы сразу прибегаете. Прыгайте вместе с боссом и сразу прибегаете, то не надо спускаться. Замечательно. Замечательно. Хотя можно приземлиться прямо ему на брюхо. Прямо на брюхо. мировом заходе мировой рекорд как раз так надо будет сделать, чтобы приземлиться ему на брюхо. Так, и как ты говорил, следующий босс это будет Басаран, да? Басаран, Басаран, да. Басаран это, как бы сказать, это вот больной момент Мяуса, что ли. В своем текущем НТА он дамажил метки на ногах, ждал, пока он перевернется и уже там запрыгивал на спину. А Широпот он умеет на Басарана запрыгивать сразу же с ходу с коня на лицо. Это фантастический выгод. Еще как написал Мяус в заметках, что это единственный босс, который имеет какую-то рандомную скажем так к нему составляющую. Обычно если вы играете в историю, то есть Any Percent, то вы скажем так, что этот босс 100% последовательный. он будет делать всегда одно и то же. Но когда вы играете тайм-атаками, в этой категории почему-то этот босс становится рандомным. Я согласен в том, что у колоссов есть много скрытых механик, которые мало кто... Можно и не заметить эти механики. К примеру, тот же квадратус, который копытный, если его продамажить очень сильно, очень сильно, и потом с него спрыгнуть, он будет от вандера уже убегать сам. Это мало кто знал. Ну, что у нас с боссараном? Сейчас он первый раз зафейлил, и он придется сделать... перезапускаться, и второй раз еще раз, потому что боссаран попал в него выстрел, и он придется перезапускать опять. ага, то есть он решил все-таки с агро прыгать. Отлично, значит, работает над собой, над своими техниками. Правильный способ прохождения этого босса, на самом деле, это то, что вы должны выманить его из пещеры, и вывести на Диэннг гейзером, и который его перевернет. Да, да, дамажатся две метки на одной стороне. Передняя и задняя лапа на одной стороне. Он переворачивается. Когда на него можно подпрыгнуть... Да, и вот, как вы видите, у меня снова терпит поражение этого босса, и он говорит, что его самонаводящийся выстрел это просто нечто. И если он не подпрыгает, он делает и если он в него при этом не стреляет, мясо надо будет сразу перезапускать, потому что ему обязательно надо сделать так, чтобы он в него стрелял. Сразу видно, сколько раз он тренировал этого колосса, раз он практически в frame-perfect состоянии таком может сказать, надо ли ресетит или нет. Это показывает время, затраченное на эту игру. Ну что ж, как я и говорил, боссаран это его слабое место. Да, походу на нем мы увидим больше всего ресета. с пластиковым в к сожалению, он допрыгнул до ноги, но не смог с нее уже перепрыгнуть в основное тело. Все, что он говорит, я сделал в данный момент, это незадуманно. Да, вижу Ретрай. Кстати говоря, Шарапон, тот японец, он же вернулся после 7-летнего перерыва. Фактически лейли. Да, 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 да. Его новые страты Мяуса и его друга способствовали его возврату. Он спидранил Shadow of the Colossus 5 и 7 лет назад. У него были такие две волны спидрана. И в данный момент, как вы видите, он попал ему на тело, и он говорит, что не надо спуститься на ногу и будет потом. И тут он сейчас стоит Мяуса, это определенная точка, потому что, на самом деле, когда его сходит и трясет Банфри, то можно очень легко с него упасть. Вижу шейки. Вижу шейки. Вижу шейки. Добрался до метки. Ну все, здесь уже. Не должен отпустить его, проиграть как-то. Тут он будет просто сейчас его затыкивать до смерти, просто все. Ага. Следующий босс это Дирдж. Дирдж. Да. И Мяуса написал, что, в принципе, этот босс, в принципе, этого босса можно пройти за один цикл, но это очень сложно. Для того, чтобы пройти за один цикл, ему надо нанести определенное количество урона его глазу, а потом нанести, скажем так, неполный урон по первой метке. Поэтому он будет атаковать босса с помощью медиум ударов, то есть он будет заряжать меч не до конца, когда будет бить в его метке. Широпон при битве с Дирджем использует такую стратегию, когда Дирдж врезается в стену, да, он стреляет с коня стрелами в первую метку. Потому что когда Вандер оказывается на колоссе, только тогда начинается обратный таймер, который считает время до того, как Дирдж сможет ожить. Поэтому он, коня, дамажит его стрелами чуть-чуть, затем прыгает на колоссе, первую метку убивает и вторую. За один цикл все это делается. Если стрелами не надо мажить, то на небольшое количество HP не хватает одного цикла, и приходится за ним снова гоняться. И вот то же самое Мианс, поэтому он написал, что чтобы его цикл прошел за один раз, ему надо нанести определенное количество урона его глазам. И теперь ему надо нанести... А! Итак, как вы видите, он сейчас на момент использует стрелы, чтобы его откать и даже не лезть в боковался. 7 стрел. Это очень определенное количество дамага, которое нам нужно. Там самые модные страты используются. Видимо, посмотрел. И цикл, и то, что он сейчас делает, нужно для того, чтобы пройти этого босса за один цикл. В своем текущем рекорде Мяу сгоняется за ним два раза. И нет, в этот раз он успел. Он за один цикл сделал. Отлично. Замечательно. Очень хорошо прошло. Кстати говоря, по глазам можно попасть еще до того, как они появятся из песка. Как раз это Шерапон делает. Стреляет просто в песок. Он знает, куда стрелять, но кажется, что он наугад стреляет. И это срабатывает. Ох, у нас дальше Барсик. Барсик? Возья. Да. Это небольшой же колосс, да? Маленький, который? Он же Селозия. Да, 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 да. Он же Селозия. Довольно ироничный колосс, потому что Дормин говорит, что он хранитель огня. Но он боится его. Благодаря ему огонь есть, но он боится его. И, на самом деле, в оригинальном, скажем так, прохождении, казуальном, для того, чтобы введите этого колосса, вам надо напугать этого колосса огнем и столкнуть его с обрыва. В данном спидране Мяус заставит этого колосса побежать на него, когда реально будет лежать огонь. И он резко его поднимет и в итоге, скажем так, Селозия упадет с обрыва. Это будет намного быстрее, потому что он летит намного дальше. И здесь также должна применяться такая же техника, прыжок за ним с обрыва, и как следствие нужно будет ухватиться за него в самом конце прыжка, падение, чтобы не продамажить себя. Я знаю, что у Мяуса вышло все абсолютно. Ага, ага. В прошлый раз в своем ране он все-таки использовал промежуточные выступы, чтобы спуститься вниз. А не сразу прыгнуло на колоссы. И это был очень быстрый босс. Убивая его за два удара, он говорит, это у нас самый хорошо администратизированный босс. И как видите, он просто моментально умирает. Меньше минуты, да, получилось? Да, 42 секунды. Следующим у нас идет Фаланкс. У него будет такой же примерно... А? Не Фаланкс? А, Пелагия. Пелагия, да. В этой битве есть два цикла. И второй цикл всегда такой же, как первый. Каждый раз вы его заманиваете, ой, выманиваете, чтобы он у вас стрелял. И потом он обычно будет прятаться под водой, чтобы он мог выпрыгнуть... Чтобы он мог выпрыгнуть из нее, чтобы вас сбить. И во время этого, как раз, вы можете запрыгнуть ему на голову с хорошим таймингом. Пелагия тоже любитель электрофореза, как и Hydrus, колосс электрический. И есть определенная проблема с его механикой атаки. Если очень упорно плыть в бок этого колосса, то можно прямо в него вклипнуться. Окей. И в итоге застрять его? Да, да, да. В итоге там его вода заливает наполовину. Естественно, это видео есть. Я потом дальше скажу, где можно все эти видео посмотреть. Веселые об этой видео. Да уж. После рану. Ходили слухи, что какие-то японские спидранеры научились дамажить Телэджио за один цикл четырьмя ударами. Ого. В одну метку. Ну, не знаю я про это, не знаю. Сам не видел, но молва идет. И так, сейчас он привел в специальное место. И теперь мы видим, как элладия попадет из воды, и теперь он наконец-то может отказать его метку. Особых механик здесь нет. Аутентично. Фактически все те же страты, что и в казуальном ране, так скажем, только быстрее. Это да. Только быстрее. Кстати говоря, потому что Пиладжио идет, многие люди гадают, был ли дополнительный колосс в этой игре. Да, я помню. Я даже видел, смотрел на эту тему. Многие пытаются его найти. Уже установлено, что было семь дополнительных колоссов. Семь дополнительных колоссов? Да. Их нашли в ассетах игры. Ну, я в конце стрима расскажу, где это все посмотреть. Я знаю, что как-то тут вылетали за карту определенным способом и находили одну из неиспользованных зон. Это я точно знаю. Дорман? Дорман, спасибо. И еще интересный момент. В этой игре, на самом деле, очень много всяких секретов и интересных мест. И на самом деле, чтобы найти эти немногие места, надо реально исследовать мир. Одно, чего стоит секретный сад в этой игре. Правда, я до сих пор не понимаю его смысл, если честно. Секретный садик, с помощью которого была сделана последняя сцена. Да, туда можно залезть, если есть огромное количество ящери для стамины. И, используя пал в 50-перстный режим, потому что там можно прыгать по диагонали, пока висишь на стенке. Можно туда добраться. И еще, когда вы подойдете в этот секретный сад, если пытаетесь есть там фрукты, они уменьшают ваши статы. Вот этого я не знал. Ты не знал, да? Я вот как-то там поел фруктов, и у меня упала моя стамина, и упало мои хп. И в итоге, то есть полностью ресетнуло моего персонажа. Поэтому на сан деле, мне кажется, то, что туда можно залезть, я так и задумываюсь. Потому что к последнему колоссу можно тоже пробежать, прододжив все фаерболы. Это тоже предусматривалось, кстати говоря, разработчикам. Поэтому я не буду удивлен, если механика вот этих фруктов была именно так с умыслом построена, чтобы она дамажила вандера. Это точно. И, на самом деле, интересно, как ты играешь в первый раз эту игру. Ты не знаешь таких нюансов, что можно, например, есть ящериц и плашать себе стамину, или есть фрукты и плашать себе хп. Для меня это, например, стало открытием после третьего прохождения, по-моему. Здесь, кстати говоря, можно летать, зацепившись за орла, с места, где орел пролетает довольно низко. Орел летит с первой катсцены, и на нем можно летать по локации. Потому что персонаж может хвататься, в принципе, за любой объект в этой игре, который имеет модельку. И Мяус нам обязательно покажет один из гличей, потому что достигли они цели. И, по-моему, этот глич связан с Арго. Определенный. Если это то, что я думаю, то, по-моему, Арго будет крутить или они убьют Арго, я уже не помню. Как раз этот глич с летающей Марго нашел Мяус. Он его сабмитил на тот канал, где все гличи представлены. Шаровые деколасы. Ну да. Следующий босс у нас... Паланкс. Паланкс, да, как раз. Который можно пройти за один цикл, так... Он будет наносить ему один полный заряженный удар и один почти полностью заряженный удар во время первых двух меток. И в самые последние метки он будет наносить два полных удара. То есть, грубо говоря, этот каос полностью рассчитан по поводу того, какой дамаг нужно ему нанести. То есть, в принципе, ему даже не надо стрелять в него стрелами, как вы делали в дирже. То есть, он тогда ему выпустил в него ровно семь стрел. Здесь нужно прокнуть газовые мешки. Для того, чтобы он опустился и вы смогли наконец к нему запрыгнуть. Это второй, кстати, летающий и последний колос. Хотя, по заметкам, игры, по-моему, их должно было быть три как раз. Все думали, что последний колос будет летающий, который выпустили. И именно здесь, в первый раз, именно форсится вот эта страта, что нужно прыгать с агро. Она используется в три... Как назывался это? Фаедра. Фаедра. Прибитие с Фаедрой. На самом деле, когда вышел Shadow of the Chaos, он предложил абсолютно уникальную механику прохождения игры. То есть, в принципе, я не знаю больше ни одной такой игру, где бы использовался такая механика, кроме, наверное, Monster Hunter. А, нет, не Monster Hunter Dragon's Dog, который вышел намного позже на PlayStation 3. Как он летает между метками, прямо как фея. Да. Кстати говоря, у Фаланкса есть зона на голове, на которой можно безопасно стоять и никуда не улетишь. Непонятно, зачем это было сделано. Может быть, планировали метку. Но на Фаланксе можно очень далеко улететь, стоя на голове. А вот я не помню, как бы, у Колосов есть, в принципе, два состояния. Когда они злятся, когда вы их бьете, и когда они в спокойном состоянии. То есть, глаза у них меняют цвет синего на красном. Когда ты по ним бегаешь и долго их не бьешь, они же постоянно будут в состоянии ненависти. Или они могут выйти из этого состояния. Неспокойно летать там и так далее. Я думаю, что когда ты рядом, то они в состоянии вот этом. Ненависть, fighting mode. А то, что их делали спокойными для того, чтобы исследовать локации, это всё через эмулятор делается. Где есть доступ к памяти. Потому что люди уже научились управлять колоссами, по факту. Интересно. Все эти значения, все адреса в памяти уже известны. Следующий колосс это будет Синобия. Вот. Синобия. Еще один барсик. Если Силозию рисовали, ну, был прототипом лев, то Синобия прототипом выступал сервер. Хоть у него и не три головы, но они хотели из него сервера сделать. Интересно. И у этого босса очень, как бы, простая механика. Вам просто надо забраться на... Кстати, единственный босс, где очень много платформинга не по колоссу. Вы забираетесь на башни, которые вы видите, вот такие-то, не башни, а колонны. И вам надо, чтобы этот колосс обрезался во все четыре колонны. И... Вместо того, чтобы прыгать по этим колоннам, гаус идет сразу к самой последней колонне, и босс будет... и выманяет босса, чтобы он был ударен. Насколько я помню, надо отпрыгнуть от Барсика на колонну, потому что так просто... просто так не залезть, а если использовать самого колосса, то это реально. Вот он это и сделал, так что, очень хорошо вышло. Это, опять же, это очень тяжело. Это очень тяжело делать. Так... Это... 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 А дальше проблем не будет, я гарантирую. Надо лишь... Правильно на спину упасть, поспор... После того, как с него... Армор... Петит. И... На самом деле, вы можете контролировать, куда... Он говорит, что вот этот колосс можно контролировать, куда он упадет, лишь к тому родину. И сейчас мы находимся в самом-самом последней секции этой битвы, и мы пропустили сейчас очень большую часть платформе, как я и говорил до этого. Камера не уходит? Да. Угу. 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 Так же у Синоби одна метка, вторую лететь некуда. Если бы у него было две метки, я бы удивился, где была бы вторая. Если только на животе, его надо перевернуть. Следующий босс это Аргус. И как сказал Мяус, написал заметку, что этот босс странный, мягко говоря. Он приступляет сначала к его ноге, а потом, и после его первой атаки, он сможет запрыгнуть на его пояс. И это самая сложная часть битвы, потому что удержаться на ноге очень сложно. И ему надо не просто на нее держаться и отпрыгнуть от нее, когда он не висит, а надо именно встать на нее. Что очень проблематично. Ну, после того, как он берется до центра пояса, там уже все будет достаточно, скажем так, прямо-лимейно. Да, да. Основная проблема здесь так же, как и у других человекоподобных колоссов, это механика шейков. Ух, рандомный этот парень. Ух, рандомный этот парень. Сейчас посмотрим, как он. Как вы видите, в данный момент Мяус запрыгивает на его ногу. И вот сейчас, когда он ходит, ему надо запрыгнуть на пояс. И он запрыгнул. Оригинальный способ, по-моему, чтобы убить этого босса, это надо сначала ему проткнуть руку, запрыгнуть на места, которые справа и слева запрыгнуть. Я уже не помню. И да, да, но надо использовать окружение. Еще у нее в руках дубина, ее можно, по-моему, сделать так, чтобы он ее уронил как раз. Потому что там у него, у него там второй как раз, вторая метка находится. Главное, на груди долго не сдержишься? Верещагин! Уходи с баркаса. Вот. Отлично. Не упал. Я говорю, эти шейки, они могут продолжаться очень долго. Ну да. Кстати, по-моему, этот коз как раз и является самым агрессивным из всех. По лору, если не под не изменяет. Все колоссы, о которых Дормин говорит, что они что-то защищают свое, они все очень сильно бадхертят при проявлении кого-то постороннего. Ну да. Ну вот этот коз, я помню, меня вызвал очень много проблем, он проходил дольше всего. Потому что я не понимал, как надо было попасть ему на руку, чтобы он уронил свою дубину. Однажды, я помню, смотрел Мяуса, из него случился глитч, что можно было в последней сцене бегать. Довольно неожиданно. В последней сцене с Аргусом, когда он падает. Ага. Ну, в принципе, это не час обновления, просто Аргус падает, а вы можете бегать. Да. Чисто визуально. Ух, кстати говоря, сюда возможно загнать Арга, даже без всяких манипуляций с эмулятором был один парень, которому удалось сюда пригнать лошадь в эту арену. Это Аргус. Очень хорошо. Я еще помню, что после первого прохождения игры, когда ты ее первый раз проходишь и скажешь, а получаешь концовку, ты начинаешь обязательно играть второй раз, потом просто включишь, что ты пытаешься понять, а прошел ли я так, как надо. Потому что очень смущает концовка, и ты начинаешь искать всякие секреты и так далее. В принципе, поэтому, мне кажется, эта игра так популярна в плане исследований, после того, как все первый раз проходят, все возвращаются в эту игру. Это излюбленный прием самых продвинутых компаний, таких как Konami. В Silent Hill тоже самое сделано, это игроку не дают информацию полностью, историю не раскрывают полностью, это порождает всякие спекуляции насчет того, что произошло в игре, какой сторилайн и так далее. Это очень грамотный ход. Самый последний босс, это у нас Малус. И это самый огромный колосс, который есть во всей игре. На самом деле, этот колосс проходится, когда казуально, вам надо сначала до него дойти, он очень далеко и постоянно в вас стреляет. И для того, чтобы победить колоссом, он надо выворачивать его выстрелов и перебегать от укрытия к укрытию. Малус сейчас в данный момент, по-моему, он не будет перебегать от укрытия к укрытию и побежит прям напрямую к этому колоссу. Да? Это будет интересно. Я думаю, что он будет решиться. Я не ожидал от него такой страты. Я думал, что он все-таки будет безопасным. Не, как мне написано в заметках, он не будет заходить ни в один из окопов, чтобы выворачиваться. Он будет заходить только в самый-самый последний окоп, потому что там нельзя будет увернуться от его выстрела. Малус, кстати, последний, четвертый человекоподобный колосс с закованными ногами под этой каменной юбкой, там есть ноги. И когда он сейчас так, как он добежал до колосса, сейчас он покажет еще одну технику, с помощью которой заставит колосса сделать одну вещь намного раньше. Вот. А в один момент этот колосс должен будет махнуть рукой для того, чтобы перебраться на его голову. И он заставит колосса сделать это рукой намного раньше. Сейчас вы увидите, о чем он. То есть он сейчас пропустит очень большую фазу этого босса. Насколько я помню, там нужно очень, очень точно попасть стрелой по метке, чтобы стриггерить как раз вот эту анимацию руки, чтобы он наклонился, и можно было уже у нее зацепиться. Это очень сложно. Даже у того же Широпона я смотрел, позавчисляю его ран. Он потратил огромное количество времени, чтобы попасть по этой метке, потому что стрела там фактически по касательной проходит. Надо добавить обязательно... Хорошая идея, надо добавить донат. Специальная цель для доната на GDQ, спасти колоссов или убить колоссов. Мне кажется, было бы интереснее, чем убить или спасти животных. О, смотрите, к нам пришел Фиано Рус на канал. И если вы не знаете, Фиано Рус — это тоже русский спидранер. Если не понять, не изменяет его играми, которые он спидранит, являются... Бэтмен. Да. Ну, как раз все Бэтмены, по-моему, рекорды принадлежат... Почти все рекорды по Arkham Nigel, Arkham Origins и Arkham City принадлежат Фиано Русу. Так круто, то есть здорово. Угу, приятно. Хорошо, что спидранеры собираются сейчас в одном месте каком-то, и я надеюсь, что мы, на самом деле, узнаем больше о русских спидранерах, потому что, например, я ни разу не подумал бы, что вот ты, например, придешь к нам на стрим. Вот этого я совсем не ожидал. И последний удар. У Мяуса получилось довольно быстро стриггерить анимацию руки. Замечательно. И все, и он прошел игру. И теперь он сейчас, как говорится, начнется настоящая игра. Потому что сейчас он будет показывать кличи. И тут нам уже, скорее всего, мне придется переводить товарища Мяуса. Ну, давайте послушаем, что он скажет. В данный момент они обсуждают, ну, если вы хотите поиграть в эту игру, то просто обязательно запустите. Я, кстати, не помню, почему Argo белый у него? Это что у нас сделать, чтобы он был белый? Это New Game Plus. А, да, тоже. New Game Plus, точно. Можно, да, можно изменять цвет лошади, можно маску надеть, который шаман. И она увеличивает урона, я помню. Цвистящие стрелы появляются, специальный плащ и так далее, и так далее. И, например, я помню, когда я играл в Айково, у меня было сохранение тайка. У Аргуса на голове появляется буква I, вместо его обычного пятна, когда игра в наружу сохранение тайка. И так, и сейчас Мяус, и так, у меня он сейчас кинет Аргуса здесь. Ну, он сделал это прямо там. А сейчас они, по-моему, пытаются убить Аргуса, если мне, по-моему, это не изменяет. Потому что они пытаются заставить Аргуса встать прямо на края скалы, и потом сразу же позвать его. Если это выйдет, то... Аргус, по-моему, свалится скалы, а это невозможно для игры. Кстати говоря, в той битве с Аргусом, если пригнать Арга на арену, то с ним как раз можно с обрыва упасть, потому что там, видно, нет ограничителя для коня. Ага, так. Интересно, произошла вещь только что с Аргой. Когда вы зовете лошадь, игра телепортирует Арга как можно ближе к вам. И вот что произошло, когда он попытался его телепортировать. Пока, Арга. Так как Арга не может умереть, говорит сейчас комментатор. Игра не знает, что делать с этим Аргой, потому что он упал. О, вау, я вижу, он падает. Ой, жара. И что, все? Не совсем. Он говорит, теперь так как игра не знает, что делать с Аргой, он его попробует ползать. Но для начала ему надо перекатываться определенное количество раз. Не волнуйтесь, с этим, конечно, все в порядке, как говорит сейчас Мяус. Но ему надо докатиться до определенного момента. Я не понимаю, почему они перекатаны. Это мне напоминает пост, а второй, где есть механика, и если игрок застрянет в углу, в каком-нибудь его портирует из этого угла. Довольно забавный костыль. Костыль на анстаг. И теперь он зовет Арга. Я, как мы видим, пока ничего не появляется. Итак, я не буду проходить на платиновую трофей, как говорит Мяус. Это глупо. Итак, Арга, на самом деле, появился вот здесь. Иначе мне придется катиться полностью до Валеса. Видно, босс. Или, о, не, босс, это видно место. Мне кажется, я достаточно близко. Где же Арга? А он, Арга. Итак. Итак, Арга застрял в этой анимации, где он получает урон, и он не может встать. Итак, если вы пытаетесь окончить игру без Арга, то Арга будет просто тебе партиз за вашу спину. И теперь, грубо говоря, Арга превращается в Эдка Слендермена, и он будет вас преследовать на протяжении всей игры, когда вы будете поворачивать от него камеру. О, вау. Это что-то из Дэвида Коппи Твилда. Да. И самое страшное во всем этом, что многие игроки получали этот баг случайно. И из-за этого, когда Арга начинал нас преследовать, многие игроки, скажем так, боялись, мягко говоря, того, что происходит. Это все. Нет, это все. Отличный глич для шоу-кейса, я считаю. Я думал, на самом деле, что он сделает немножко другой глич, во-первых, с Орлом. По-моему, какой-то глич был. И еще что-то. Я знаю, что с Арга был первый глич, где можно вообще его скинуть, или я не знал, что он может телепортироваться. А, и сейчас следом будет Бэтмен, по-моему, если бать из меня это. Да, я небольшую информацию вкину насчет Shadow of the Colossus, окей? И отойду. Уже совсем не буду мешать вам. Если в чате есть энтузиасты, которые хотят посмотреть, что и как с этой игрой происходило уже после ее релиза, как люди ее хакали, что они нашли, как я уже говорил, нашли 7 дополнительных колоссов. Была обезьяна, был феникс, был еще какой-то коршун летающий, был червь. Если вы, например, найдете демо-версию Shadow of the Colossus, запустите на эмуляторе, то Дормин, когда отправляет вас к Дёрджу, который в песке рыскает, он говорит, что Дёрдж сотрясает землю со своим другом, и вот этот друг, это еще один колосс-червь был, он тоже в песочной локации. Уже нашли все, сопоставляя карты из различных версий, нашли, где предполагались эти колоссы. Очень-очень много открытий было сделано, и сам человек, который заведует каналом на YouTube, он говорит, что он уже все, все открыл, все, что можно, они уже все прочесали в этой игре. Огромное количество материала, туда заходишь, и на весь вечер остаешься. Канал на YouTube, Nomad Colossus, Nomad, это кочевник английского, Nomad Colossus, заходите, подписывайтесь, начинайте спидранить, эту игру вливайтесь, потому что игроков реально мало, конкурируете с японцами, так скажем, давайте, показывайте хорошее время, и также Айка, Айка можно спидранить на эмуляторе, на пике, если у вас нет консоли, потому что в Айка нет камеры, которой нужно управлять, она там есть, она динамическая, но ей не надо управлять, поэтому можно обойтись клавиатурой. И теперь, так мы закончили Shadow of the House, давайте разыграем плакат, и мы дадим эту возможность Big Man Japan, чтобы он его разыграл, пусть он просто напишет в чате восклицательный знак Price, и мы узнаем, кто же выиграл этот сам плакат, возможно, это окажется Big Man Japan. Итак, ты готов? Окей. Да, пишу. Давай. Price. Нет, Z, звук вы Z как приз. Ой. Да, не Price. Итак, и плакат получает Дженна Рейн. Дженна Рейн. Поэтому поздравляем Дженна Рейна, пусть он свяжется с нами, мы, как обычно, расскажем, как потом достать их плакат, для этого нам понадобится сообщить свои данные, где у нас живет и индекс, чтобы мы могли отправить этот самый плакат. Ребят, вам Price писать не надо, надо писать только Big Man Japan, для вас эта команда не работает. И он может написать как в ВК, так и тут, на сайте, на Твиче, через месседж. Вот, ну а следующий у нас будет Бэд, Павляем. Спасибо большое Big Man Japan за комментарии, и очень много интересной информации по Железе Колоссус. Это очень круто, ребята. Я надеюсь, что когда-нибудь будет Айка на марафоне, и к нам присоединится Big Man Japan, как комментатор на эту игру. Хорошо. Всем пока, всем удачи. Давай. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok